Друзья, всем привет! В интернет тут вышел новый мод, который значительно усложняет сталкер ДТР, перерабатывает. Тут есть и детали у оружия, состояние конечностей, можно повредить ногу, руку, перелом кости, тут столько всего. В общем, предлагаю познакомиться. К сожалению, мод недоработан и не закончен полностью. Разработчик его просто выложил, потому что, как я понял, устал разрабатывать уже два с половиной года. Поэтому давайте взглянем, посмотрим. Если понравится, пишите об этом в комментарии. Новая игра. Видим, что изменилось в меню начального персонажа. Во-первых, у нас появилось несколько классов. Разведчик, снайпер и охотник. Из объяснения механик модификации, которую любезно предоставил разработчик, мы с вами знаем что? То, что разведчик имеет стартовый навык выносливость 10, стрельба 10, скрытность 10. Соответственно, каждый навык развивается определенными путями, которые также выше описаны, но интуитивно понятны. Выносливость и забег, ну например, выносливость, высокая скорость передвижения и высота прыжков, развивается при восстановлении стамиды. Выносливость. Стрельба, ликвидация врагов, мастерство, разборка, скрытность, скрытное передвижение, охота, колупание мутантов. Снайпер имеет сразу очень хороший навык стрельбы со стартов, 20%, 10 мастерства, все остальное по нулям. И опять же, есть какие-то максимальные уровни. Вот, например, у разведчик у нас хорошо будет передвигаться. У него максимальная выносливость, которая отвечает в том числе и за скорость, 125. Тогда как у снайпера 75. Но я, пожалуй, все-таки сделаю ставку на выносливость и возьму класс разведчик, самый первый. Режим нормальный и последний выживший, оставляем нормальный. Ну и тут мы имеем определенное количество очков, 30 тысяч. Также есть стартовое снаряжение, это обычная медицинская маска и обычная кожаная куртка. Пожалуй, я бы все-таки взял хотя бы дубленную куртку, которая стоит 6 тысяч очков. И также я бы взял себе, пожалуй, ПМК-3 хотя бы. Есть определенная особенность набора стартового снаряжения. Оставшиеся очки уходят в навыки, они вырастают на несколько процентов, где 1000 это 1%. Уходят в навыки, правда интересно в какие именно, во все ли или в определенные. Но тем не менее, мы это с вами знаем. Ну и взял бы я, пожалуй, с собой также туристический рюкзак. Правда, почему-то их уже можно во многом количестве взять. Возьму один и посмотрим. Начать. Остается на сколько там? 20 тысяч очков вроде. По деревне новичков прошел слух, что Сидорович собирает собрать себе новый компьютер. Выбор торговца пал на команду ребят из HyperPC и их новый анонсированный премиальный игровой компьютер LumenX. Одна из особенностей данного компьютера, что это первая модель в истории HyperPC с вертикальной установкой комплектующих. Что по железу? LumenX, GeForce RTX серии 4080-4090 и процессор Intel Core i7-i9 последнего поколения. LumenX концепт же будет на базе кастомной системы водяного охлаждения, видеокарты RTX 4090 и разогнанного процессора Intel Core i9-13900KS. Кстати, перевернутая материнская плата на 90 градусов способствует снижению температур на важных комплектующих по закону конвекции. Отдельно стоит сказать про дизайн в стиле Blackout. Никаких подсветок, всё строго и лаконично. Однако HyperPC всегда исполняют пожелания клиентов. Именно поэтому в LumenX есть возможность кастомизации. Имея такой компьютер, можно вообще не смотреть, какие там системные требования у игр. Пойдёт всё. HyperPC – опытная команда, которая гарантирует качественную сборку и надёжную доставку по всей России. Поэтому советую ознакомиться с их компьютерами и в особенности приглядеться к LumenX по ссылке в описании. Вот так вот, строго и лаконично. А тут какой? Тоже низкий. Личный ПДА. Вытащить батарею, пожалуй, не будем. Ну и хороший рюкзак со старта. Двигаться очень легко. Как видите, никакого веса тут нет. Именно он не написан. Тут тоже своя абсолютно система. И со всем этим мы с вами постепенно будем знакомиться. Если вам это интересно, ставьте лайки, мы будем дальше играть в этот мод. Персональное меню. Что у нас здесь? Тут мы узнаём, что я играю за какого-то инопланетянина. Но есть определённые показатели. С этим будет очень сложно разобраться. Поначалу, по крайней мере. Боль. Единственное, что я сейчас знаю, это если наберётся 200% боли, я умру. Поэтому надо определённые препараты принимать и так далее. Сытость. Очевидно всем. Жажда понятна всем. Усталость копится. Со временем надо спать. Правда, я слышал, что тут ещё есть моральная усталость. Которой почему-то плашки нет. А это что такое? Ага. Это у нас... Фух. Каждые конечности имеют свои показатели. На голове следующие характеристики. Состояние кожи. Целостность 100. Некроз 0. То есть тут может ещё запуститься процесс некроза. Боль 0. Состояние мышцы. Целостность 100. Некроз. Боль. Это какой-то капец. Повреждения. Психику. Включаем. По психике, кстати, ничего не видно. Возможно, тут будет что-то написано. Предметы. Анализ. Предметов нет. Идём дальше. Создание предметов. Интересное меню, в котором, ну, очевидно, можно создавать какие-то предметы. Набор предметов потом применить, и что-то будет создаваться. Так, маску я, пожалуй, пока что сниму. Потому что я всё-таки нахожусь на базе. Вроде бы как тут безопасно. Не видно ровным счётом нифига. Можем открыть ПДА. Как видите, он тоже совершенно необычный. Тут прям какая-то вообще непонятная история. Аудио. Э, ну-ка, задание. New Note 1.TXT. Галерея задания. Ну, про это тоже есть инфа. По пути будем разбираться. Пока что хочется просто посмотреть на игру. И сколько у нас времени, кстати? 6.05. Темно невероятно. Причём фонаря у меня нет. Ничего нет на кадре. Опа. Плюс марливый бинт. На монтаже, возможно, яркость подкручу. Давай с кем-то поговорим. Лёшка Док. Кстати, интересно то, что у меня пока нет никакого имени. И моё имя будет зависеть от того, как я выполню своё первое задание. Вы представляете? То есть, если я его провалю, я буду, не знаю, дурачок какой-нибудь условный. Работа. Есть что-нибудь примите? Форт 17 надо. Нет, такое я тебе не найду, брат. Привет. По заданиям у меня, в принципе, как? У меня нет ничего. Никаких заданий. Аудио. Мелисса, замок. Карта южных болот JPEG. Опа. Ничего себе. Причём её и так ещё можно вертеть по-всякому. Ну, опять же, записки никакой нет. Возможно, мне и предлагается написать. Да, вот я делаю new note. Могу что-то написать. LVV. Закрыть. И теперь в заметках, если я открываю, LVV. Да, есть. Но опять же, это можно, в принципе, удалить. Пока что тяжело и непривычно. Ну, конечно, первым делом что? Опа, волка пересадили. Ну, поговорить с волком и Сидоровичем. Давай с волком. Работа есть какая-то? Бандиты. Это, кстати, стандартный квест, который мне пока почему-то страшно брать. Сколько стоит еда? 4 рубля. Ааа, тут, наверное, нужно ещё и открывашка какая-то. Ну, пойдём до Сидорича. Хотя бы какой-то стартовый квест был, был бы просто шикарно. Но опять же, мод недоделанный. Не знаю, буду ли я говорить об этом во вступлении. Опа, видели, анимация есть какая. А ещё играет радио. Новые лица. В общем-то, сюжетно мод не отличается от DTR. Поэтому каких-то новых сюжетных линий тут нет. Здесь всё именно в геймплейных особенностях. Поэтому проговариваем стандартный диалог. Не подскажешь, что в первую очередь тебе лучше взять. Рюкзак. И так далее, и тому подобное. Мне нужна работа. Есть что на примете? Вот и всё. То есть, теперь братанчик выполняет задание. Пришёл. Заказ. Это такое чудо, как выверт. Нет, скорее всего, всё-таки не DTR-шный квест. Ну, какой выверт? Вы видели, в чём я надет? У меня хотя бы есть рюкзак. Это радует. Так, а навыки нигде не посмотреть, да, к сожалению? Ну, пока не очень понятно. Персональное меню. По-моему, жажда уже увеличивается. Голод уже увеличивается. Пожить, и так дело не пойдёт. У меня в любом случае... А где же мне взять оружие? Какая-то жесть. Но у меня есть хотя бы нож. И то радует. У меня есть тоже нож, правда, за бешеные бабки. Медицинская маска та же присутствует. Много всяких шомплов-ёршиков, потому что тут оружие надо чистить. Вручную. Каждая щётка, каждая ёрши. Всё под свой калибр. 2000 рублей орешки. 500 рублей хлеб. Я, конечно, могу гамму подкрутить, но, к сожалению, дело в том, что это на видео не будет видно. То есть, да, сейчас у меня стало намного ярче. Что угодно, конечно, очень облегчает игру. Мутанты логово устроили. Но придётся брать квест на бандитов и договариваться с ними. Насколько я помню. Это можно всё-таки сделать. Ампула китанова. Короче, какие-то ещё таблетки теперь искать. Да, но веселуха начнётся попозже, я так думаю. Ещё и темно, блин. Он как в Калав Чернобыле был. Как-то яркость, что ли, поприбавить. Работа есть. Комплект приготовления еды. Они просят базовые такие моменты, которых мне нигде не достать. Наверное, я должен надеть противогаз. Снижает он видимость очень знатно. Ну что ж поделать. Будем пытаться договариваться с бандосами. Попутно ковыряясь по всяким ящикам. Может, там, конечно, где-то был фанат, с которым можно КМБ пройти. Но я этого не заметил. Что будет, если я сниму? Не, я боюсь снимать, знаете. Любое радиоактивное место и смерть. Хотя до сих пор 100%. У меня даже нету дозиметра, чтобы, если что, проверить своё состояние. Ну ладно, давай уберём. Потому что картинка совсем. Тут и так темно почему-то. А, тут ещё знаете, в чём, кстати, история? То, что время идёт 2 к 1. Вон, у меня мышки, что-то не съели. Мужики, помогите. Не понял. Они почему-то по мне стреляли, кстати. То есть тут нету с ними. Ладно, я ещё раз появился. Погода уже немножко другая, получше. А где волк? Он что-то сюда бежит. А, это не волк, ты медик? Я новенький, хочу задать тебе несколько вопросов. Ты не против? Кто живёт в лагере? Ну, я всё время живу здесь, в погребе. Где достаточно тихо и тепло. Что нужно больным? Если про саму деревню, тоже хорошо. Как я думаю. У нас есть командир, кличет волком. Он тебе явно больше расскажет про наш лагерь. Да и работу найдёт. Есть ещё Сидорович, торговец. Который сам помогает с поставкой медикаментов и прочими необходимыми вещами. Да, нашёл, о чём спрашиваете. Да ладно, я просто всё время занят оказанием медицинской помощи сталкерам. Так не скажешь, конечно. Здесь кроме меня сейчас никого нет. Однако у меня полно работы. Пациенты поступают иногда очень спонтанно. Очевидно, что им нужна не столько экстренная помощь, сколько стационарная. Да, звучит забавно. Но многие спокойно справляются с ранениями. Однако существуют и инфекции. Вот с ними я и работаю большую часть времени. Как здесь с медициной? Плохо очень. У нас редкая поставка препаратов, стерильных материалов, пищи и особенно образованных людей. Вроде всем нужна помощь, но чтобы всё работало, нужно соответствующее управление. Ну, недостаточно просто сказать, вылечи и пожалуйста. У нас сильные лимиты во всём. Сидорович живёт своей жизнью. А волка всегда задница ищет приключений. То там бандиты шастают, то тут стая боянов пасётся. А кто решает такие вопросы? Вот и выходит так, что бегут от кордона новички, да как можно скорее. Слушай, я могу ведь помочь тебе с этим? Сказал бы, что думаю. Да ладно, я придумаю что-нибудь. А пока могу найти напарника тебе. Вот от напарника не откажусь. Но где их здесь найти? Могу предположить, конечно, что стоит искать таких ребят в более людных местах. Вроде бара Сторинген. Если найдёшь по кумеку... Нет, смотри, всё-таки что-то есть. Я вот в ДТРе такого не помню. Есть ещё другие медики. На кордоне имеешь в виду? Нет, точно нет. Знаешь, это очень неблагородное дело. Мне нужно постоянно быть на посте, разбираться с историей каждого пациента, чтобы с голоду не помереть. Фиг знает. На большой земле я мог бы сидеть в кабинете флюорографии и есть плюшки с чаем. Но сижу тут, нянькуюсь. Ну, ты выглядишь старше меня. В один десяток точно. Не думай, что в Чизоу ты находишься просто так. Все здесь находятся по каким-то причинам. Это да. Почему я тут? Честно, я сам не могу ответить. Не думаю, что тебе интересна моя история. Кто знает, может я завтра уже буду мёртвый, мне придётся отчитываться перед богом за свои ошибки. Вот у этого я отрезал правую ягодицу. А надо было левую. Кто виноват? Ладно, проехали. Работа есть, ничего нет. Ну такое, какое-то хотя бы знакомство. Есть какие-то иглы, инъекционная игла. Шприц. Препараты. Вот, кстати, тот самый кетанов, который просили. Но пока у меня нет денег, я даже вообще смысла не вижу отчёту просить. Опа! Ребята, водка плюс еда. Хоть какая-то. Слушайте, уже живём? В костре есть что? Опа, подожди, я бинт теперь убитый. Кондиция 29%. Был намного лучше. Вот теперь загрузились. Какой-то сложный он квест даёт. И самое главное, что они в меня сразу стреляют. То есть, скорее всего, тут без вариантов. Ну и плюс с мутантами. Квест тоже какой-то непонятный. Могу ли я с собой этого взять? Звучит неплохо, пошли. Что есть на примете? Нет, нам тоже не надо. Подожди, а ты кто? У меня теперь в команде два человека. Это, конечно, теперь совсем другая карта. Но в теории у меня, да, два человека. И я могу у волка взять квест хотя бы на зачистку мутантов. Кроме волка, как я понимаю, больше никого. Плюс водичка. Сохраняемся. Ну пойдём попробуем. Подожди. А, ха-ха-ха, тут же нет описания. Уничтожить логово. Волк попросил уничтожить логово мутантов, чтобы обезопасить новичков в деревне и прочих сталкеров, что ходят через кордон. На кордоне, на южном блокпосте Азимут 118. Не понял. А где Азимут посмотреть? У меня-то нету никакого Азимута. У меня компаса с собой нет. Вообще, он обычно давал квест тут. Да, скорее всего, да, это тут. Пойдём посмотрим. Это же база. Но они все дают какие-то квесты. Куда-то вон. Пойдёмте вместе. Сходим. Пока что... Это очень-очень страшно представить. Мужики вроде на агре. Только они... Алло, пошли. Куда целитесь? В общем, в теории, мутанты тут. Можно попытаться их замочить ножом. Ну, как-то забагать там. Ну, как-то надо забывать оружие. А вот те настоящие. Тру хардкор. По идее, мутанты должны быть тут. Опа, нифига себе. Растяжка с F1. Патроны. И тактический жгут. Слушайте-ка. Так тут надо по тайникам ходить. Это, походу, что-то типа прохождения на тайниках. Что там, мне, конечно, дико интересно. Но идти туда, как будто было бы фатальной ошибкой. Бинокли нет, ничего нет. Но они как-то по кому-то стреляют. Вроде бы слепым сам. Ого, там еще и взорвалось даже что-то. Как будто бы, конечно, хотелось туда. Но опять же, давай забьем. Нарички, кстати, испугались и почему-то дальше не идут. Но и к мутанту, как вы видели, тоже нет. Есть, конечно, такая вероятность, что те собаки, с которыми сейчас водят военные, являются моей целью. Южный блокпост на кордоне. Где у нас Южный блокпост вообще? Южный блокпост это именно военные. Я посмотрел, проверил. У них там война. Ладно, подождем, пока они, может быть, всех собак перебьют. Квейст сам собой выполнится. О, мужик сидит. Есть что на примете? ТТ-33. Ну, короче, они все такие странные квейсты дают. Ну, вот комплект приготовления пищи. В теории, кстати, я ему могу продать лампу. Тут реально можно хламом торговать. В том числе и растяжку, а нафига она мне? Ну, а тут бартер, да, тоже такой интересный момент. То есть, допустим, я бы хотел у него взять дробь, но она, во-первых, дорого стоит. Не, давай тогда пока не будем. Попробуем найти тогда людей, у которых продажа будет оружия. И его выменить, собственно говоря. О, повезло, кстати, на этот раз. Очень богатый лут в тайнике. Нейлоновая щетка. Это все для чистки нужно. Пока даже не вникаем, потому что у нас, в принципе, оружия нет. Будем решать проблемы по мере их поступления. То есть, надо будет найти это. Ищем это. Надо будет то, ищем то. Ну, и разбираемся, соответственно. Пока что, конечно, надо по нычкам пробежаться. Ну, пойдем к весту на бандитов возьмем. Не знаю, может, бы конем-таки на них. О, части тела тоже можно срезать. Вообще халява, на самом деле. Тут очень много халявы. Я почему-то прям все тушкана подобрал. А ну-ка. Да не, вроде голова, мясо, но он разделывается. Тоже все можно продать, плюс, возможно, приготовить. Выживание так выживание. Главное суетиться. Возьмем такие квест на уничтожение АТП. Ну и поведем пацанов, наверное, туда. Они, конечно, очень медленные. Возможно, потому что я быстрее из-за того, что я разведчик. Клички у меня... Филька неизвестный. Ха! Ну, потому что я, типа, еще ничего не сделал. Вроде бы, когда я выполнил там какое-то количество квестов, получил репутацию, мне должно меняться имя на более крутое. Филька крутой, я не знаю какой. Филька зубастый. Ну, дроби у них у всех, я смотрю, много. Набор лизоточки, смотрите, насколько использований. Капец. Ну, в принципе, мясо это одна из возможностей зарабатывания денег. Но. Был бы ствол, хотя бы ПМ какой-то. Я говорю, может, я что-то упустил. Я вроде даже почитал этот мануал. Не полностью, брать не буду. Но начало прочитал туда-сюда. Но я так и не понял, где взять начальное оружие. Вот в этом проблема. Опять же, мод не доделан. Разраб сам написал, что всё. Мод не доделан, я выкладываю. Обновлять, конечно, ещё буду, но как бы вот. Опа, опять вылетело. Да что ты будешь делать? Что-то игра периодически вылетает. Ну, это база, наверное. Что ты сделал? Я просто нажал B, и он кинул болт. Оказывается, он автоматически болт кидает. Не, болт верни, пожалуйста. Болты это очень дорого. Они у нас тут строго ограничены. Ну, конечно, такой грязный способ тоже есть. Пацанов на убой привести. Но вообще-то я надеюсь, что они будут отвлекать. А я как-то там ножом подковыряю. Такой у меня план. Надёжный, как швейцарские часы. Мод очень облегчает то, что есть сейвы в любом месте. Всё, ребята начали агриться. Их тут пять. Пять человек, это нормально. Вот он, вот он. Тихо, тихо, тихо. Я. Не, не, они заметили меня. Всё. Ну, тоже. Он меня ударил. Голова болит. Dammit, I won it. Пожди, но он же враг. Они в меня изначально стреляли. Ребята, вы... Ай, мне пресс ранили. А где огнестрельное оружие? Тут ещё, кстати, такая система. Бесячая, я не знаю почему, но вещи автоматически надеваются. Не, не, обрез винтовки Мусина есть. Но тут уже отгруз, потому что я получил критическое ранение. К сожалению, мне абсолютно нечем лечиться. Я просто умру сейчас. И вы сами видели, как примерная система выглядит? Он мне ещё и успел удар нанести. О, это наш. Он мой ствол забрал. Чертила, отдай ствол. Господи, ну серьёзно, эта система на диване? Это же вообще самое мерзкое, что можно было придумать. Вот это пока жирнющий минус. Я не хочу бегать в маске. Давай, брат. Чего ты? Ты спалился? Мы его ударили. Опять он ствол подобрал. Так, ну есть маска. Давай хотя бы маску нацепим, ладно. Мне кажется, это пойдёт. Хотя бы теперь ничто не будет надеваться. Ай, ай. Так, у меня есть ствол. А, а ствол не надевается. То есть шлём надевается, ствол нет. Я понял, спасибо. Есть четыре Патрика. Спасибо. Тоже, опять же. Нашего чела поклали. Ну видите, как получилось всё. А чё он не стреляет? В общем, первый раз, когда я выстрелил, я перед этим тоже нажал выстрел. Он не выстрелил. То есть через раз, что ли, срабатывает? Осечка, походу. Вот это было хорошо. Так, обрез. Да, возьмём выше. Но тут, правда, не написано, сколько у меня патронов. Хотя вот тут. А, вот тут, например, есть. Скорее всего, от обреза просто нет. Ой-ой-ой, видели, да? Это составные части его. Надо просто выцеплять более свеженькие и брать себе их. Что с моим другом? Он живой. Нож достает. Давай, иди. Ты дурак, ты мой друг! Или это не мой друг? Я не вижу ничего, он меня сли... Ах, он мне глаза выбил. Этот мод, это просто капец. Я думал, это мой друг. Какой-то чел с лопатой на меня бежит. Но опять же, то, что есть сохранение где угодно, очень. Ты меня... Ты меня заколебал. Может, он переоделся? Готов. Хорошо, что тут ваншоты есть. То есть 762 прилетело в тушку, и мужичок отъезжает. Это пиздец. Прикиньте, один выстрел, всё. То есть, с одной жизнью я даже не представляю, как тут играть. Один выстрел. Я получаю ранение всех частей. У меня чернеет в глазах, потому что мне больно. Вот эта система теряет всякий смысл, когда у тебя есть перезагрузки. Надо было разрабам как-то ограничить перезагрузки. Либо раз в 5 минут, чтобы ты мог делать сейф. Либо только у костров. Вот так вот как-то. Фиксирую покойника. Так, ну я его ранил. Чего? Что это было? Что это было? Я нажал выстрел, он выстрелил через секунду. Ну, типа осечка, я понял, походу. Патрон сырой. Вот так тут реализовано, да? Я понял. Необычно, конечно. Ещё и вылеты через раз, конечно, напрягают. Ну и звук выполнения квеста, конечно. Тем не менее, дело сделано, я потерял сталкеров. Но за счёт того, что я их в принципе взял, мне это задание намного проще удалось. Вытащить магазин. А, тут ещё магазинное питание, я забыл. Типа вот так я всё это разряжаю. Выбираю, какие патроны. И, соответственно, зарядить, вырядить. Escape. Забираем. Это что такое белое? Целиндрический патч для очистки оружия 5,45 мм. Виталь лютый. Ну, лютый теперь не лютый. Что мы с брониками делать? Можно ли их разбирать? Проверить. Угу. Я вижу состояние его различных частей. Тут название именно технически. То есть, эта фишка ещё не реализована. Ну, наверное, самую нормальную буду оставлять. Отсоединить фильтр, кстати, можно. Вот это нормально. Подожди, ну квесты же бывают. Вот эти противогазы, нет? Вот там противогазы бывают. Поэтому давай ставим. Вдруг хомяк попросит. Тут костюм убитый. Вообще не смысла оставлять. Кстати, очень хороший дробаш. Я даже пока с него стрелять не буду. Также калаш есть. Подожди, это магазин калаша. Шнековый магазин АК-74. Честно говоря, это не похоже на магазин. Ну ладно, может я что-то не понимаю. Очень долго, конечно, разряжать. Но тут вроде что-то можно зажать, поджать, и всё будет хорошо. Тут тоже где-то можно фильтр было, не? Ну чем-то разжились, но какой ценой, да? Куча людей померло. Интересно, ещё говёное оружие будет ли брать? Поэтому тоже надо донести, посмотреть, в принципе, что берут торговцы. И на что можно в бартере обмениваться. Такой вот дурачка с лопатой, давай осмотрим. Хорошая маска. Смотрите, что такое? ПБшка. Мясо. Двигаться стало труднее, гласит надпись. Но самое главное, квест выполнен. Какую-то награду я сейчас получу. О, мутанты. Смотри, как реализовано. Или как это понять? Как выбросить что-то? Отмена. Может, надо нож именно в руки взять? И я вот так по одной части буду вырезать? Да. И всё, почему-то я не могу больше вырезать часть. Опять надо. Он ещё автоматически убирает нож после анимации, это плохо. Ну, собираем всё. Я сейчас хочу продать просто всё, что можно продать. Вам не удалось? А, поэтому он красный горит, я понял. Ну, в общем-то, красный это либо вообще не удаётся, либо, наверное, шанс. Может, он красный, потому что минимальный шанс. Ну, либо всё-таки нож не тот, уровень мастерства не тот. Разумно круто. Согласитесь, как-то необычно разработчик-то сделал. Слушка мутанта. Да, опять не удалось. Ясно. Значит, красный резать не будем. Бегаю, кстати, всё равно очень быстро. Гранатка. Тут пусто, к сожалению. О, патрошки. 10 РНД. То есть, да, тут ещё разные виды патронов. И с этим совсем надо будет разбираться. Вот тут, кстати, нормальное описание. Боевая пружина, возвратная пружина. То есть, можно что-то вытаскивать. Допустим, по цвету смотреть, что менее повреждено, и доставать. Потом, вообще, тут из частей можно собрать уже конкретно ствол. Как я читал в мануале. Набираешь кучу нормальных частей, и ворганишь из них волыну. Так, давай всё-таки вот это возьмём в руки. У нас здесь с вами офигенный дробовик по состоянию. А как его зарядить-то? Подожди, вот так вот? А я могу просто РНЖ. А, извиняюсь. Моя вина, я забыл. Уже надо на пояс ставить. Вот так, нормально. Вот теперь с кайфом. Я хочу до нычки добраться, посмотреть. Я так понял, нычки тут всё-таки... Это нормальная история. А ну-ка, возьми лопату в руки. Цилиндрический пай для чистки. Лом. Лист. Патроны. Вот патроны, кстати, круто. 6 дробь. Это прям прекрасно, я бы даже сказал. Такие карабасины однозначно под разбивку. Ну и сверху вроде уже таких, а нет. Тут только есть холодильник, и тот пустой. Лопаты, конечно, попроще стало разбивать. Ну это, конечно, жесть. У каждой конечности своё здоровье. Ну, это, в принципе, не на вон. Тут же это всё так по-интересному реализовано, необычно. О, лопатой можно резать. Нет, нельзя. Нам нужно просто посмотреть. Наверное, сейчас моё мастерство подросло. Жаль, я не могу увидеть, насколько. Что у меня по состоянию моего персонажа? Давайте взглянем, пока такая возможность есть. Персональное меню. Немножко боли присутствует. На удивление, но... Ага, вот тут примерно жажда. Кстати, плохо видно. Вот тут сытость. Усталость. Я не вижу, чтобы как-то сильно накопилось. По-моему, она тут как-то бредновато сделана. Прям очень плохо видно. Опять же, да, разраба, дай бог здоровья. То есть, может, у него всё-таки силы найдутся моральные. Два с половиной года, говорит, делал. Но всё, решил выложить. В общем, устал он тянуть эту лямку. Может, найдётся, он там подпилит ещё какие-то патчи. Ссылочку я, опять же, оставлю в описании. Переходите, смотрите. Скачивайте, кому интересно. Но это прям какой-то хардкор. Хотя, ну, изначально было просто непонятно, что делать. Что, куда и как. В NLC там хотя бы есть квесты. Понятно, это сюжетный мод. А тут всё-таки нет. Тут на базе детейра обычного. Всё-таки вот по поводу квеста с бандитами я не понял. Вроде как он изменён. Вроде изменён. Потому что в оригинале можно было прийти к бандитам и договориться. Тут, походу, разраб сделал, что с ними договориться нельзя. Здорово, мужики. Ну что, волк, дело сделано. Опа, мне вылетела игра. Не дают награду получить. Да ты что, прикалываешься? А почему вылет-то теперь при получении награды? Кого? Гамми дата, скрипт, таскманагер. Ладно, осуждаем, конечно, вылеты в начальном квесте. Давайте просто позанимаемся разборкой. Вот теперь пружина. Вроде как я её достаю вот таким образом. Уничтожить логово мутантов волк. О, квест выполнился. Ребят, я послеп. Не-не, нормально. Но анимация, конечно, очень долгая. Чтобы достать пружину. А где пружина? Состояние оружия теперь ноль. Вот пружина. Фу, этому моду знаете, что не хватает? Разработчикам заметку, если он будет дальше делать. Это сортировки, конечно. Чтобы отдельно была сортировка с гаечным ключиком, как вы номали. И там, значит, то, что относится именно к разборным этим материалам. Но я даже не хочу им говорить, опять задание выполнено. Потому что, сами знаете, что будет. Опять проверить. Развратная пружина, рукоять. Всё можно снимать. Ну да, шептало снимем. Но анимация тоже какая-то долгая. Это прям мод для тех, кто любит почилить. Опять же, учитывая то, что тут время 2 к 1. Напоминаю, что в оригинальном сталкере 10 к 1 время. Если мне не изменяет память. Ну вот, у меня теперь есть шептало. А нет. Какой магазин? Тароидный магазин для ПМ? Это кто? Причём я могу его зарядить. А ну-ка. Ну да, вот примерно 4 патрона я могу его зарядить. Причём, кстати, обратите внимание, что в разной последовательности. Вот, например, 4 патрона зарядить. Ну хорошо. Возьмём ПМ-ку в руки. И зарядим в него тароидный магазин. И что это? Достал такой. А, так это обычный магазин. Я думал он с барабаном. Но он выглядит как с барабаном. Но он и есть с барабаном. В нём 16 патронов. Ладно, не буду стрелять. Хотелось, конечно. А смотри, если я сниму ствольную коробку какую-то. Ну давай приклад. На модельке уберётся приклад или нет? Нет, к сожалению. Ну и в конце концов можно просто разобрать весь ствол. Это, в принципе, не новая система. Где-то мы её уже видели. Ну и вот, пожалуйста, есть приклад. Куча всяких частей. Но опять же, из-за того, что это ДТР и тут нет сортировки, это в инвентаре выглядит очень страшно. Так, давай попробуем с кем-то на что-то обменяться хотя бы. Ну и в идеале на оружие. Однако же оружие мне никто не хочет давать. Сидорович тоже оружием не торгует. Новичков я уже угробил. Мы пошли с ними на авантюрное дело. И новых я вряд ли найду. Что это? Артефакт из крови. Он мне вот один квест даёт и всё. Кстати, я могу у него оружие отдавать. Правда, за копейки. Прямо залютые. Голова тушкана, допустим, 270 рублей. Убитый хомяк, 1 рубль. А вот пойдём сразу посмотрим, сколько у сталкеров на контрасте. Вот обычный сталкерок, опять же. Голова тушкана не берёт. Это рубль также. 2. В общем, понятно. Всё понятно. Ну вот костюм я вообще не вижу смысла. Оставлять себе он убитый. 1700 рублей колбаса. Какие-то тут цены сумасшедшие. Смотрите в комменты. Я даже не знаю, что сказать. В принципе, на аномали, похоже, уже есть и было давно. Давай. Забираю головы. Забираю хвосты, а не почём? Почему опять же, тут только бартер. Обратите внимание. 52 тысячи. А как я должен бартером наменять 52 царя? Что я ему должен дать? То есть просто собирать тысячу артефактов? Вопрос открытый. Мяско всякое. Очень дешево стоит неприготовленное. Мясо тушкан. Подожди, мясо для паупса вообще рубль. Ну тут можно ещё понять. Мясо собаки не ценится. Кто будет собаку жрать? Поднимите руку. Вот, овзик забирай, я не знаю. Это вот 1500 рублей. Что я могу взять? Хотя бы топор. Ну нет, мне уже это не нужно, потому что у меня есть лопата хотя бы. И то радует. Но вот находишься нож 5000. То есть мне у него в принципе и на менять-то нечего. Попить у меня вроде как было. Ну взял бы дроби, честно говоря. Но 3000 она стоит. Где я столько денег возьму? Почему масок так могут? Бандиты в масках бегают? Ну они вообще не набираются. Хочешь, не хочешь. Хотя патроны нормально стоят. Журнальчики по 150. Но все эти ёршки, допустим, тоже что-то стоят. Но они мне нужны как будто бы в будущем. Вот деталь неплохая. Прицельная планка, это КСУ. Опять же, нужен отдельный ящик, где весь этот хлам скапливать. То есть да, такое имеет право на существование. Такое есть, такие моды. Но они на иномоле. И на иномоле есть сортировочка. Ну вот, наменял я тут. Опять же, этот бартер, это я помню еще в НЛС. Такая неудобная фишка. Потому что надо подгонять все, чтобы в минус не уйти. Причем ты можешь переплатить. То есть больше ему денег катать, чем он тебе. А вот наоборот, даже если там разница 5 рублей. Нет, ты что? Давай комплект приготовления пищи возьмем. 640. Что тебе можно на 40 дать? Ну вот, 10 рублей. 9 рублей. Немного можно совершить сделку. Ну да, согласен. А газета тебе надо? 30 рублей. Нифига газета дорогая. Обменять. Да. Допустим, я обменял 20 дроби. То есть у меня есть хотя бы патроны. На относительно неплохом оружии, с которым мы уже можем в какую-то ходку ходить. Ну и попутно... А, подожди, в смысле? Да ладно. А, ну так не... Не понял. Короче, отдельно использовать я почему-то не мог. Набор для заточки. Но именно когда навел просто, то все починилось. Пусть будет так. На ножи мы можем опять же обменять на что-то у сталкеров. На какую-то мелочевку. Ну и в теории, наверное, дробь все-таки дешевле была у сталкеров выменить. 12 рублей, кстати. Хлеб очень дешево стоит. Но тут опять же есть состояние. Не состояние. То есть питаться только хлебом как будто плохая идея. Ну на, будешь тушканчика. 2 рубля. Что тебе еще предложить? Нечего больше. Кстати, вот эта вот тема дорога стоит. 500 рублей целых. Ну вот и все. А что делать-то дальше? Собственно, вот у меня такой вопрос, да? То есть мод сделан. Тут именно геймплейные какие-то в основном правки. Ну, а я потерялся дальше. Что делать? Куда идти? Просто идти в бар, в конце концов. Нам медик там намекнул, что в бар идти. Ну, каких-то пару квестов, чтобы влиться хотя бы. Тут нет. Какого-то микрообучения. Так что как-то так. Пишите, что думаете по поводу мода. Я, конечно, далеко не все показал. Но тут и как бы что показывать. Скорее всего, прохождения тут никакого не будет. Там второй части и так далее. Потому что есть мертвый вылет. Надо ждать какого-то патча. Там уже смотреть. Кто-то скажет, что последние выжившие бы тут интересно. Ну, хорошо. Во-первых, я теперь не могу бегать. Персональное меню. Есть боль. Довольно большая. Вот синяки на ногах. Представляете, отдельно на ногах синяки. Их выбрать нельзя, да? Это надо именно вот так вот листать. Конечно, тоже не очень удобно меню. Вот это громоздкое прям. Но тем не менее, на праве голени. Боль. Боль растет. Цифры меняются. Некроз. Имеется ранение. На коже имеется ушиб. Глубина 0, боль 1. Вся боль ощущается на данной части тела 18%. Тут, короче, еще такие сложные системы. Еще раз напомню. Тут что-то типа, если боль 200%, ты умираешь. Я вот могу марли убинт принять, например. Могу. Я на него нажимаю, но ничего не происходит. Боль будет расти. Там разработчик писал, но какое-то время растет, потом падает. Еще раз предметы. Марли убинт. Я не знаю. Я его нажимаю два раза, ничего не происходит. Ну и, конечно, из-за того, что у меня больно, у меня двоится. Такие дела. Я не знаю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok